Всем привет! Это видео на канале Годно о технике. Меня зовут Саша и сегодня я вам расскажу про два очень полезных гаджета, которыми я лично обзавелся и которые вам помогут значительно улучшить качество видеосъемки, будь то вашего видеоблога или даже для личного архива, пусть и для узкого круга людей. Я сегодня вам расскажу про интересные новинки от компании DJI, которыми лично пользуюсь, которые я себе лично купил, потому что мне они прямо необходимы и я вам смогу их посоветовать. Это новый DJI Pocket 2, заметьте, что приставка Osmo исчезла из названия, раньше это был DJI Osmo Pocket. И квадрокоптер DJI Mini 2, Mavic тоже исчез из названия. Это вообще можно назвать джентльменским набором начинающего не просто видеографа, а целой продакшн студии, потому что если подзапариться, то можно и легкий продакшн даже за деньги снимать на такие устройства. И самое главное, на выходе предоставляют нереальное качество. Пожалуй, начну с DJI Pocket 2. Это вещь, которая подойдет намного большему кругу людей, которые любят снимать видео, потому что по сути это может быть вообще единственной камерой, как для видеоблогов, так и для какого-то дополнительного футажа. Это стабилизатор трехосевой электронный с камерой. Это уже второе поколение и, если честно, то первое я как купил, так потом и продал, потому что камера валялась без дела. Эту мы используем буквально-таки на каждой вылазке. Как и раньше, у камеры есть небольшой сенсорный экранчик, на котором вы можете наблюдать, что происходит. Вы можете просмотреть отснятый материал, вы можете даже при помощи него настраивать камеру. Но также ее можно легко подключить к смартфону. В комплекте есть переходники, как и раньше, вы их вставляете вот в эту центральную часть и подключаете любой Android, смартфон, iPhone, да и все. Но самое главное изменение, которое сразу бросается в глаза, в комплекте теперь есть универсальный джойстик, который вы как раз-таки вставляете как модуль в ту часть, при помощи которой подсоединяется смартфон. Потому что подсоединять смартфон по опыту не необходимо. И вот этим джойстиком вы можете управлять угол наклона гимбала, вы можете менять его положение в пространстве, вы можете им зуммироваться или наоборот отдаляться, можете менять режимы, потому что здесь есть дополнительная кнопочка. И вот это то, чего в первой версии не хватало больше всего. Но есть еще одно изменение, которому многие тоже очень рады, включая меня. Это объектив. Он здесь стал еще более широкоугольным и теперь вы можете легко снимать себя самостоятельно, прямо с руки. Более того, если вы приобретете комбо-комплект, который я все никак не дождусь, потому что их то ли быстро разбирают, то ли они недоступны в продаже пока что, но там есть линза, которая делает угол обзора еще более широким. Камера стала хоть и незаметна, но все-таки чуть-чуть больше. Мне понравилось, что стандартный вот этот кейс, во-первых, имеет несколько мест для хранения различных модулей. Во-вторых, он теперь не застегивается. Камера в нем надежно держится и так. Это хорошо, потому что теперь вы можете быстрее ее доставать, потом нажимаете на кнопочку включения и все, она готова к съемке. Сенсор камеры здесь стал больше, 64-мегапиксельный, размер сенсора 1х1,7 дюйма. Светосила f1.8. Угол обзора, как я сказал, шире, он эквивалентен 20 миллиметрам. В комплекте даже базового набора есть специальный модуль внизу, при помощи которого вы можете поставить камеру на штатив. И благодаря ActiveTrack 3.0 вы можете снимать себя вообще без оператора. То есть вы просто поставили камеру и потом ходите, а она сама вас третчит, куда бы вы не ходили. Ну и также очень важно, что запись звука даже в стандартном наборе стала намного лучше. Потому что у камеры есть 4 микрофона, которые смотрят в разные стороны. Закрыть их практически невозможно. Надо это прям делать целенаправленно. Они находятся сверху. И мне очень нравится, как они записывают звук. Как я сказал, даже в качестве основной камеры ее можно использовать. Хотя в комбо-комплекте идет еще и блютуз-микрофончик со специальной ветрозащитой. И вы можете вообще поставить камеру где-то далеко, а сами писать звук фактически на беспроводную петличку с ветрозащитой. Но, конечно же, все эти циферки таяли в прошлом году перед удобством использования. Потому что вроде бы камера была и неплохой, но реально использовать ее было мало где необходимо. Сейчас же я даже перестал брать с собой взрослые гимбалы иногда. Потому что эту штуку ты можешь таскать с собой в рюкзаке постоянно. И любая наша вылазка на велосипедах, на автомобилях сопровождается тем, что мы то и дело выбегаем из машины, бегаем, снимаем всех. И кадры на трехосевой стабилизатор получаются невероятно вкусными. Вы просто посмотрите, как можно снимать в лесу. Вы бежите и ни о чем не думаете. Просто взяли камеру как-нибудь в руку, мысленно направили ее туда, что вы хотите снять. А дальше происходит в прямом смысле магия. Вы на выходе получаете настоящее экшн-кино. Поэтому я могу назвать DJI Pocket 2 одним из лучших гаджетов 2020 года вне зависимости от категории. Это максимально универсальная камера. Ею можно снимать с себя без оператора. Можно снимать влоги прямо с рук. Можно снимать фотографии. Можно бегать за какими-то объектами и делать киношные сценки. Учитывая ее стоимость на уровне других экшн-камер, я считаю, что это отличный вариант. Кстати, качество записи само по себе просто-таки шикарное. Ну а DJI Mini 2 это маленький квадрокоптер уже второй версии, который стал просто лучше. И по цифрам можно сказать, что обновлять первое поколение не стоит. Я, конечно, не буду вам давать советов. Вы сами примите решение. Но у меня долгое время был DJI Mavic Mini первого поколения. Он мне нравился своей как раз-таки компактностью и автономностью. Я его брал с собой во все велопутешествия и даже в некоторые автомобильные путешествия. Но, тем не менее, это стало намного лучше. И не только потому, что теперь качество съемки может достигать 4К. Причем без интерполяции. Раньше, напомню, максимальное разрешение составляло 2,7К. Но самое главное, дрон намного стабильнее себя ведет в воздухе. Если раньше я мог улететь в какой-то деревне буквально за несколько домов, и дрон мог потерять сигналы, потом сам возвращался к пульту, то сейчас, хоть и на открытой местности, но мы отлетали более чем на 3 километра. И со связью все было отлично. Это просто невероятные данные для прошлого поколения. Более того, я летал в городе более чем на километры в очень густой застройке. И тоже никаких проблем не было. Если раньше Mavic Mini первого поколения был более чувствительным к порывам ветру, и я к этому относился нормально, ведь он весит 249 грамм, то сейчас даже здесь он стал намного лучше и сопротивляется ветру, я бы сказал, на очень хорошем уровне. Хотя здесь это надо все равно иметь в виду. Потому что на тесте, когда я отлетел на 3,5 километра, я отлетел в одну сторону, сохранив 80% заряда аккумулятора. А назад против ветра вернулся на последних 10%. Так что будьте аккуратны. Этот дрон стоит намного дешевле, чем любой другой UDI. И это является, наверное, главным психологическим фактором, из-за которого я могу советовать его как самый первый квадрокоптер. Потому что как бы это ни звучало, но если вы случайно его разобьете, будет не так жалко. Да, здесь до сих пор нет ни одного датчика сближения. Но если честно, я на них никогда не ориентируюсь. Потому что вам надо все равно научиться летать таким образом, чтобы даже глядя на экран на своем пульте, то есть на экран смартфона, вы понимали, есть ли на пути квадрокоптера какие-то препятствия. Потому что датчики, те же провода или небольшие ветки могут не распознать. Здесь все должно быть на вашей ответственности. Время пребывания в воздухе все еще больше 30 минут, как и раньше. И это огромный плюс. Если вы приобретете комбо-комплект, то у вас этих батареек будет целых 3 штуки. И этого, в принципе, может хватить на целое путешествие без дозарядки. Кстати, заряжать его можно при помощи пауэрбэнка. А разъем здесь более не микро-USB, а USB Type-C. Меня очень порадовало, знаете, еще какое изменение? В комплекте идет вот такая вот штучка. Это кредл, который позволяет его транспортировать даже просто в сумке. Потому что он зажимает все лопасти. И таким образом с ними ничего не произойдет. Посмотрите, как это выглядит. Очень компактно. И в свои велопутешествия я уже так и делал. То есть просто кидал квадрокоптер куда-то в сумку. И в таком виде он валялся. Ну, чтобы, знаете, не брать с собой какие-то дополнительные кофры. Кстати, в комбо-комплекте есть вот такой замечательный кофр. Качество видео я бы назвал сравнимым с DJI Mavic Air 2. Да, ну может быть чуть-чуть где-то уступает. И особенно хорошо это видно, если вы будете снимать лес. На нем проявляются шумы даже днем. Ну и в темное время суток, конечно же, ожидать чудес не стоит. Однако для квадрокоптера с такими массогабаритными показателями и за такие относительно небольшие деньги, я считаю, это просто-таки почти идеальный результат. И я его беру с собой, опять же, в любую поездку. Потому что я никогда не знаю, захочется ли мне что-то снять новое или нет. И использую его с большим удовольствием. Как я сказал, этот квадрокоптер можно снимать даже для каких-то небольших продакшенов. Ну, если уж на то пойдет речь. А для домашнего использования или для съемок каких-то видеоблогов это вообще шикарные вещи. В общем-то, друзья, это DJI Pocket 2 и Mini 2. Квадрокоптер и трехосевой стабилизатор с камерой, которые я себе лично прикупил. И если вы зададите мне вопрос, стоит ли их покупать, конечно же стоит. Стоит ли обновлять первый Mavic Mini на этот Mini 2, это ваше дело. А вот Pocket я бы обновил 100%. Задавайте свои вопросы в комментариях. Не забудьте прожимать пальцы вверх. Подписывайтесь, а также смотрите на нашем канале. Обзор бюджетных регистраторов 70 мая. И видео про топ-5 старых флагманов, которые еще могут.